Иногда в конце видео я тороплюсь из-за этого дурацкого 10-минутного ограничения YouTube. Хочу, чтобы вы действительно поняли, почему я взял минус 2 и плюс 3. Сотру кое-что и покажу вам, каковы были мои рассуждения. Потому что я не могу оставить вас в непонимании того, что произошло. Используя инструмент «кисть», я всё вам разъясню. Лишь уберу вот это. Хотя, можно и это. Сейчас всё закрасим. Вот таким вот образом. Можно было бы сразу всё истереть, но это, в принципе, не важно. Итак, переходим к задаче. Я ещё раз перечислю изначальные координаты. 0 и плюс или минус 2. А также 5 и плюс или минус 3. Хочу показать вам, почему я взял наименьшее значение здесь и наибольшее значение здесь. Я изображу эти точки. Это моя ось у, а это моя ось х. Сначала у меня есть точка 0, плюс 2 или минус 2. Так, это 0, плюс 2. Это 0, минус 2. А затем у нас есть 5. Скажем, здесь. Я бы сказал, что здесь будет 3. Это 5 плюс 3. А 5 минус 3 будет уже где-то вот здесь. Придётся ужать масштаб внизу, но будет понятно. Есть несколько линий, которые могут соединить между собой эти точки. Я изображу их разными цветами. Есть эта линия, есть вот эта линия, есть эта линия, ну и затем вот эта. Нам нужен наибольший возможный подъём. Вы можете просто внимательно посмотреть на них и сказать, что это та прямая, которая поднимается вверх круче остальных. Вот эта. Эта линия и эта имеет отрицательный наклон, так что они нам не подходят. Как это понять? Я решил для себя, что больший подъём означает большее изменение у, то есть максимальное изменение у при данном изменении х. Именно поэтому я взял наименьшее и наибольшее значение у. Итак, максимальное изменение у при данном изменении х привело меня к тому, что я взял наименьшее и наибольшее значение у. И если бы мне был нужен наименьший наклон, я бы взял плюс 2 и минус 3. Надеюсь, вам стало чуть понятнее. Давайте перейдём к задаче 18. 18. Итак, 18. Эстер ехала на работу утром со средней скоростью 45 миль в час. 45 миль в час, скорость Эстер по дороге на работу. Вечером она возвращалась домой по той же дороге со средней скоростью 30 миль в час. Возможно, движение было более плотное. Если Эстер потратила на поездку до работы и обратно в сумме 1 час, то сколько миль она проехала до работы утром? Если Эстер потратила на поездку до работы и обратно в сумме 1 час, в таком случае сколько миль она проехала до работы утром? Это простая задача на формулу расстояния равно произведению скорости и времени. Задача, так сказать, с подвохом. В ней можно запутаться. Скажем, что d – это расстояние до работы. И просто решаем уравнение для переменной d. Если d – расстояние до работы, сколько она проехала утром? Расстояние, которое она проехала, можно вычислить, исходя из скорости. Итак, 45 миль в час. 45 миль в час умножить на время. Обозначим время как t. Это у нас была утренняя дорога. Она проехала 45 миль в час умножить на время, которое у нее это заняло. Вечером она проехала то же самое расстояние, верно? Но при 30 милях в час. А сколько времени у нее это заняло? Интересный вопрос. В сумме ей понадобился 1 час, чтобы доехать до работы и вернуться. Если она потратила t часов утром, тогда вечером она потратила 1 минус t часов. 1 минус t часов. Давайте считать в минутах. Предположим, что t измеряется в минутах. 1 час – это 60. Выходит 60 минус t минут. Вообще-то нет. Нужно оставить время в часах, потому что здесь мили в час. Извините, 1 минус t. Вам понятно? Думаю, да. 45 миль в час умножаем на количество часов, длительность дороги. Так мы узнаем, сколько миль она проехала. На этот раз есть ее скорость, 30 миль в час. Умножим на время поездки. Время ее вечернего пути равно 1 часу минус то, сколько она ехала утром. Потому что, когда вы объединяете утро и вечер, вы получаете, что она ездила в сумме 1 час. Например, если утренняя дорога заняла 15 минут, то возвращение вечером отняло у нее 45 минут. Надеюсь, это понятно. Но это одни и те же d, правда? Можем их приравнять и сказать, что 45 умножить на t равно 30 умножить на 1 минус t. Итак, 45 умножить на t равно 30 умножить на 1 минус t. Посмотрим, 45t равно 30 минус 30t. Можем прибавить 30t к обеим частям, получится 75t равно 30. Тогда t равно 30 с 75 часом. Если сократим числитель и знаменатель на 5, получим 6 поделить на… Сколько будет 75 разделить на 5? Сейчас поделю все это на 5. 10, 15. Верно? Я мог бы сократить на другое число, не 5. На самом деле, я мог бы сократить дробь на 15 и получить 2 пятых. Или просто сократите эту дробь на 3, получите 2 пятых. То есть время равно 2 пятых часа. Это выходит 24 минуты, да? Вернемся к расстоянию. Давайте подумаем. Помните t, сколько времени она потратила утром? Вечернее время единица минус утреннее время. 3 пятых часа. Вопрос в том, сколько миль она проехала туда и обратно с работы. То есть d… Вот что нам нужно определить. d это 45 умножить на t. t равно у нас 2 пятых. 45 умножаем на 2 пятых. Это нам даст значение переменной d. сокращаем на 5, получается 8, то есть 18. 9 умножить на 2 — это 18. Таким образом, d равно 18 милям. И мы закончили второй раздел SAT. Надеюсь, я не слишком вас запутал. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok